Друзья, значит, по дороге Бухарест домой мы решили заехать еще один городок, который является культурным центром Трансильвании. Один из самых старейших городов. Этот город называется Сибио. Но название Сибио он уже приобрел после 1941 года, до 1941 года он входил в состав Австро-Венгрии. И здесь в основном 80-90% проживали немцы. Назывался он, как я понимаю, Германштадт раньше. А потом уже после войны, после распада Австро-Венгрии, немцы потихоньку начали уезжать в Германию. Но это чисто немецкий город с немецкой архитектурой со старинной. Как, в принципе, похоже на многие города Германии. Мы были в Германии, имеем небольшое представление. И сейчас мы посмотрим, пробежимся по центру. Это буквально ознакомительная экскурсия. Одна-две площади, улица и все, мы поедем дальше. Сейчас я вам покажу этот город. Так, мы движемся к центральному старому, к центру, к старому городу. Эти городки, в принципе, вот здесь в Трансильвании, они похожи друг на друга. Давайте посмотрим, как выглядит этот Сибио по дороге к центру. Вот здесь прямо за границей, за границей. Как вы видите, впереди кафедеральные соборы, католические. Возможно, здесь только католические соборы, но может, есть и православные церкви. Если нам посчастливится, мы зайдем в один из них. Обожаю католические такие вот готические соборы. Очень мне нравится там находиться, снимать. Это, конечно, потрясающее зрелище. Современный мост. Сейчас мы как раз подъезжаем к историческому центру. Впереди уже центральный собор или ратуша. Это сложно понять. Если часы, то это ратуша. Правильно, если часы на башне, то это центральная ратуша. Вокруг нее обязательно площадь и где-то какой-то готический собор. Сейчас мы найдем парковку. Просто не могли проехать мимо этого города. Мы еще хотели, когда ехали в Клуж, в принципе, заехать. Но был сильный дождь, и мы торопились. Нам же надо было вам показать по дороге еще кое-какие достопримечательности. Поэтому мы выбрали этот город для поездки уже обратно в Харест. Не знаю, будем ли мы здесь гулять или нет, но покажу вам, как он выглядит. Мы уже, в принципе, в историческом центре. Сейчас мы ищем парковку. Я думаю, что уже здесь можно где-то парковаться. Согласен? Если где-то будет одно место, мы сразу же его займем. За нем, при нем. Вот тут нельзя, нет? А, точно нельзя. Еще поезди, поищи где-то встать. Все хорошо. Путешествие на машине – это супер. Но в европейских городах припарковаться, если повезет, понимаете? Вот здесь нельзя перед этим встать. Вот здесь. Это ж не это самое. Здесь надо платить. Теперь надо думать, где платить, да. Вот так мы оплатили парковку и выходим на такую центральную пешеходную часть города, старинную. Как вы видите, старые дома. Сейчас мы подойдем к этой ратуши, поближе посмотрим. Везде кафе, красивые цветы. Ну, и, как я уже сказала, этот город весь полностью архитектура в немецком стиле, старом. Здесь вот тут, о той Румынии, что вы видели, не так много всего. То я вам показываю. Смотрите, рестораны немецкие всякие, пивные. Очень мило. Здесь еще есть, где-то там правее чуть-чуть, большой собор. Ой, какая улица симпатичная. Какие старые улицы люблю. Сейчас мы вот сюда пройдем сначала. Вот здесь вот погуляем с вами и посмотрим, что здесь. Смотрите, какие старые дома. Люди сидят, пьют напитки, пиво всякие. Даже не скажешь, что это действительно Румыния. Исторический монумент. Вот, Витик, табличка. Какое-то старое здание. Интересно. Пошел опять дождь. То есть мы от него уезжаем, а он нас догоняет. Идем, поднимаемся чуть-чуть выше. Как вы видите, здесь тоже мощные такие постройки из красного кирпича. Не знаю, что это было. Тоже какие-то, может быть, какая-то оборонительная стена. Какое-то оборонительное сооружение. Посмотрите. Правда же? Похоже немного. Мы вот так идем бесцельно. Как бы первый раз приехали. Ориентируемся примерно по строению таких городов. Центральная площадь. Ну, здесь прям... А? Да. Думаешь, подниматься или пойти пешком туда дальше чуть-чуть? Да. А дальше, наверное, все. Ага. Если поднять, то мы будем на уровне подъемки. Да, да, пойдем. Если вы посмотрите, как говорится, рекламные картинки этого города, то вот эти все здания старые, вы их там найдете. Смотрите, какой фонарь огромный. Обратите внимание на старые крыши. Здесь слуховые окна, да, вот эти вот. Если на них посмотреть прямо, то они выглядят как глаза. Глаза крыши. Смотрите, какая старая черепица. Старые-старые, видите, антенны. Ну, видимо, пожилые очень-очень люди здесь живут. Я не знаю, тут же они себе не ставят какие-то блага цивилизации. Живут по старинке. Сейчас поднимаемся наверх. Где-то там справа я видела собор. Везде-везде кафе, кафе, кафе. Смотри, к вам следуем. Да? Видите? Здорово. Видите, вот тут большой-большой собор. Возможно, мы к нему еще подойдем, но сначала посещение всегда это центральная площадь города. Обратно мы пойдем еще с той стороны ратушу посмотрим и в тот собор зайдем. Он вас очень привлек, скажем так. Вообще не скажешь. Вот, допустим, с Бухарестом не сравнить. Я бы сравнила этот город, допустим, где-то отдаленно. Прагу напоминает. Вот по таким магазинам, кафе. Кто был в Праге, правда же? Старый город. Тоже вот такой вот есть. Такие ставни, такие двери. Стопроцентная Германия написано. Стопроцентная Германия, видите? Значок. Зайдем? Не знаю, Сережка. Давай зайдем посмотрим, что такое стопроцентная Германия. Товары из... Товары из Германии. Не инкретно? Давай товары из Германии посмотрим. Что здесь есть? Шампуни всякие, порошки. Нет. Ну, у меня все есть. У меня столько много всего, да? Нет. Нет. Джемы. Мы снимаем, как бы, скрыто. Сахар. Джемы в 13 лет, да? А у нас в самом дешевом супермаркете 20 с чем-то. Сахар. Ну, все-таки... Где тут в Германии? Ну, может, что-то из Германии есть, конечно. Но в основном... Ну, смей какие-то. Что, паштеты? Огромная... Как зубная паста, блин, килограммовая. Да, какая-то горчица, соусы какие-то. Майонезы. В общем, вот такое все. Так, дождь начинается. Выходим. Мне уже все равно. Сегодня уже от этого дождя. Вот это у нас просто преследует. Посмотрите, как красиво. Какие красивые здания. Скорее всего, это какая-то картинная галерея. Потому что я вижу здесь выставки. Европейская арт-галерея. Да, Европейская арт-галерея. Смотрите, как там здорово. Красивые своды, такие потолки полукруглые. Вот она, центральная площадь. Ну, вы знаете, даже не Прага. Не Прага. Я бы, допустим, может быть, сказала... Какой-то бельгийский городок. Я была в Бельгии много где. Очень. Боромир. Боромир какой-то. Самуэль, Ван, Брукенд Бау. Брукенд Бау. Смотрите, какой Брукенд Бау. Брукенд. Брукенд. Брукенд Хау. В общем, какой-то... Какой-то... Какой-то важный чувак, если что. Вон, видишь, здание с глазами. Она, по-моему, на рекламе, по-моему. Да, видите, здание с глазами. Подсматривают за вами эти глаза. Вот там тоже глаза. Чисто немецкая тема. Мы с Серёжей были в Германии. Ой, Ротербург об дер Таубер. Такой город. Кто был, пишите. Такие же здания там. Да, он, скорее всего, этот город и напоминает немецкий. Да. Ага, вот ещё, смотрите. Тоже такая картинная, как говорится, картинка. Дальше от центральной площади идёт пешеходная улица. Для прогулок, для гуляния, созерцания, кафе и так далее. Сейчас мы с вами пойдём по этой улице и зайдём до того собора. Пройдём вокруг него. Возможно, зайдём. Уже по традиции мы заходим, смотрим. Интересно. Красиво. Все эти готические соборы очень привлекают. Я смотрю, он достаточно оживлённый тоже. Такой же, как Луши, Крашев. Много туристов. Хотя сегодня не выходной, но людей достаточно много просто гуляют. О, джелато итальянское. Серёжа захотел мороженое, берёт себе джелато итальянский. Вот такой вот черри мания называется. Вот такой красивый. Мы же даже не знаем, сколько он стоит. Просто берём и всё. Смэск. Смотрите, какой красавчик. Хотите мороженое итальянское? Так как хотим мы его мыть. Больше и Серёжа, конечно. Я сейчас попробую. Очень вкусно. Семь лень. Только не два брали. Буду. Вот это вот прямо очень вкусное. Оно просто итальянское джелато. Вот реально. Оно такое сливочное, такое нежное. Такое прям вкуснейшее. Дай лизнуть. Я тебя пиарю, пиарю тут. Это одно из самых вкусных морожен, которые я ела когда-то. Там ещё вишня. Ещё в шоколаде она такая хрустящая. Ты можешь капюшон снять, а то ты похож на ниндзю какого-то. Дождь временно закончился. Всё, мы идём по пешеходной улице. Везде всё очень красиво. Смотрите. Какие здания. Супермама. Столовка на этой комнате. Столовка, кто будет. Вот так вот, знаешь, путешествуем. Смотри, какой интересный проход. Там тоже очень много магазинов. Я не буду заходить, я только отсюда. Ведь везде там мороженое итальянское, видите? На каждом шагу. Такие дворы преобразованы в магазины. Извиняюсь. Мороженое ем. Единственное, оно чуть-чуть более такое придарное, сладковатое. Чуть-чуть поменьше бы сахара. Ага. Слушай, а лишен как будто из ликёра, да? А, друзья, кстати, не забывайте про пальчик вверх, комментарии, лайки. Ну, и, пожалуйста, если вас не затруднит, подписывайтесь на наш канал. Это помогает нам быть более динамичными. Мы и так более динамичными. В отличие даже от молодёжи. Мы, как говорится, ещё не пенсионеры, но всё равно. Мы же не молодёжь, нам же не по 20 лет. Но мы всё равно стараемся для вас. Бегаем, снимаем для вас, сами смотрим, вам показываем. Поэтому... Нам самим интересно, сейчас я хоть что-то покажу вам. Красиво, да? Ну, эти какие улочки. Мы даже на себя камеру не можем направить, потому что здесь очень много всего красивого. Хочется вам показывать и показывать и показывать. Да, потому что машину найти. Машину мы найдём по ратуши. Она возле ратуши стоит. И везде итальянское мороженое. Ну, как это? Ну, как это? Вот так вот, если бы мы не сказали, допустим, что мы в Румынии, то мы бы, мы бы, конечно, устроили челлендж, где мы находимся. Вы бы 100% сказали. Что мы находимся в Германии. Серёжа опять увидел выпечку. Скубита Руссия. Там шикарные пиццы, лепёшки, российские кристи, рогалики. Смотрите, какие вкусные. Какой здесь роман. Видите, девочки стоят, катают тесто тут же на месте. То есть это... С сыром, да? Да, да. Ну, правда, будет 3,5, он взять будет. Сейчас ещё вот, давай дома покажем красивые. Вот, я говорю, если бы мы не сказали заранее, что мы в Румынии, люди бы, наверное, подумали, что мы всё-таки в Германии. Потому что, вот, посмотрите, ну, кто в Германии живёт? Я же знаю, что у нас очень много подписчиков. Ну, скажите, правда же? Похоже. Ну, возможно, Австрия, да, какой-то небольшой городок. Ну, да, история этого города, она не румынская. И это прямо до, до конца войны, до 45-го года. Буквально, в 41-м только они, по-моему, уже присоединили к Румынии. Ты мне оставил, да? Ну, ты любишь мапельку. Поговори, пока я ем. Да, просто понаслаждайтесь. Да. Елена замолкает, Серёжа ничего не говорит. Она пустая. Слушайте, каждая кондитерская, Серёжа... Они разные, они разные. Шоколад, чебурек, шоколад, шоколад. Вишня с вишней. С вишенкой. Ага. Шоколад. 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 У меня рот забит вафли, я не могу разговаривать, я извиняюсь, друзья, простите. Ну, сейчас зайдем, сейчас, ничего. Ресторан Гэтсби, смотрите, называется. Честно, как там внутри, в ретро стиле или в каком? Нет, там тоже красиво впереди. Наши пикаринки Люка, они по всей Румынии. Самые вкусные там бублики с лишней. Везде. Музыканты уличные. Так, мне кажется, нам надо правее уходить. Сейчас мы вышли на одну из площадей. Это уже немножко не тот старый центр. Мы хотели ближе туда, где ратуша, там походить вокруг. Вот свернули на какую-то тихую улицу. По нашему неправильному мнению, мы должны выйти где-то возле этого собора. Опять же, такое интересное здание, зеленое. Люблю всякие здания снимать. Смотрите, какие у него старые ставни. Вот, допустим, балкон вот такой интересный. Сейчас Сережа посмотрит по навигатору. О, наша мечта. Это мы. Это мы ездим через несколько лет. Это наш дом на колесах. У нас такой будет обязательно. Уже остановился. Говорит, что это расписание автобусов? Трибуней. Трибуней это остановка. Так а что ты меня остановила? Не пойму, что я должна была показать. Табличку с цифрами. Ну да. Гипотетически, по нашим расчетам, где-то здесь должен быть этот собор. Видите, мы идем по навигатору, как нормальные люди. Мы перестаем удивляться этому игрушечному городу. Чапа, о. Чапа, о. Вот это да. Вот он. Давайте, давайте без давайте, да. Сейчас мы попытаемся туда пройти. Вам все показать. Где центральный вход тут? Здесь вам интересно. Похоже, это и христианские. Это не католический собор. Ошиблась, это не лютеранской церкви. Посмотрите, какие богатые. Как богато расписано все. Просто невероятное что-то. Тихо так. Ну, везде эти стулья с высокими подлокотниками. Теперь уже постоянно хожу, смотрю на них. Давайте пройдем. Люстра какая. Здоровая. Сережда, христианский собор. Посмотрите. Это вентиляционные шахты. Под иконой замурованы. Как интересно. Купол. 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 Ну, мне надоели еще. За съемкой соборов. Но здесь их очень много. И они все разные. Такие красивые. Смотришь, здесь две. Угу. Это и башни рядышком стоящие. Тевин. Я не знаю. Тевин, так Тевин. Сейчас мы тебе посмотришь. Ну, так где вторая? Алтарь такой золотой. Золотом оделанный. Он огромный. Просто огромный алтарь. В общем, вот так, друзья. Хорошо, что попали сюда. Посмотрите, какие витражи красивые. Расписанные все. Ну, все. Посмотрели, выходим. Смотрите, какой ковшин стоит. Кран не забейте. Воду набирает. Интересно. Алтарь такая. Так, значит, это получается православный храм. Колокольный. Да. По бокам две колокольни. Раз, два. И купол. Там посередине. Все, разобрались. Мы сейчас, Сережа, идем разговариваем и приходим к выводу, что этот город заслуживает того, чтобы сюда приехать и провести здесь пару дней. И сходить его, и стоптать. Посмотреть более пристально, внимательно. Я думаю, что мы бы не пожалели, если бы сюда приехали. Здесь остановились. Честно сказать, вот если сравнивать Клуш и эту Сиби, а Сиби нам больше по душе, больше нравится. Потому что он более старинный такой. И здесь очень много всяких интересных старых зданий. Вот. Возможно, что Клуш мы просто не успели посмотреть, потому что ездили там по лесам, по этим мистическим, по соляным шахтам. А сюда надо именно приехать, кайфануть. Просто спокойное времяпровождение. Очень приятный город. Еще раз напоминаю, этот город называется Сибиу. По-моему, 250 или 270 километров от Бухареста. Не так уж и далеко, я вам скажу. Да, так же, как и Брашев. Мы к нему присмотримся, к этому городу обязательно. Возможно, еще приедем сюда. Так визуально очень нравится. В Брашевске даже один тот же принцип, да, в Брашевске? Да. Ворота деревянные. А вторая уже кончается. Да, ее уже там. Да поможет мне кто-нибудь или нет? В конце концов, сейчас все брошу. Как вы думаете, надо идти? Давайте пройдем немножко. На пешеходной улице. Ну, как вы знаете, мы очень любим подворотни. А эта подворотня, она прям волшебная. Понимаете? Даже не подворотня, это подвордомная. Ой, Сережа, как скажешь что-нибудь. Видите? Не плавно. Она прям низкая, Сережа, смотрите, видите? Идет, нагибается. Нет. Это такой, ну, прям сквозной такой лаз, что ли. Видите улицу? Узкая улица, да. Зато фонари огромные, посмотрите какие. Вот тут напоминает Прагу. Ну, там такие узкие улички. Ну, там еще уже. Там они дальше пошли в Праге. У них там светофор стоит. А когда одни пропускают других, там у них красный свет. Там зеленый, проходишь на зеленый. Куда мы вышли? Чем форма Джо Медвикова? А, вышли мы не знаем куда. Так, мы решили вернуться обратно, потому что мы вышли непонятно куда. Я вам сейчас покажу, как этот проход выглядит. Немножко с другой стороны, видите? Скажите, вы бы пошли в такой проход или нет? Я бы каждый бы пошел. Как глубоко кроличья на рах посмотреть. Мы обожаем такие. Вот такие вот вещи мы обожаем. Это наша тема. Девочки смотрятся еще эпичнее в этом туннеле. Понимаете? Да? Да. Вот еще одна часовинка. Идите с часами. Часовинка с часами. Каламбур. Такие вот мы неугомонные люди. Проходим мимо вот таких вот вещей всяких. Интересных, загадочных подвод под этими лесами. Реставрация какая-то проходит. Это здание. Все очень красиво. Сейчас мы еще подойдем к ратуши. Поближе ее рассмотрим. С другой стороны. И думаю, что все, надо уже потихоньку выдвигаться. В Ухарея с нам ехать еще часа три. Девочки с вами не пошли. Они так через раз выборочно присутствуют. Это мы, Сережа, неугомонные предпенсионного возраста люди, которым все надо. Интересно, мы любопытные, очень любимые истории, исторические места, города такие. Я бы пошел за булочками. Сережа, ну почему так? Они очень красивые. Мы уже подошли к ратуши и сейчас пойдем за булочками. Ну пойдем за булочками. Ребята, мы буквально первую в эту мясорубку зайдем. В мясорубку зайдем первую. Давайте купим, Сережа, вкусных булочек, пожалуйста. Я не для себя больше, я для этих. Сонных красавиц? Да. Сейчас пойдем девочкам купим булочки. Да, а мы так сейчас и пойдем. Сейчас купим булочек. Как же мы без булочек отсюда, правильно? Выйдем. Да булочек еще чесать и чесать. Нет, мы пока мы повернем. Начнут с этим все мы поделись, не обращаем внимания, скажем, все. Да, или нет? За булочками и штрудель, да, берем штрудель. Так, штрудель, вишню. Черель. А вот это с чем? Вот это бубик, возьмите за три. Нет, я не хочу, а вот это с чем? Сумар какой-то. Штрудель, сумар. А вот это с qырпом, иDon. Ты тут стоишь, а вот еще proximа. Я не хочу, как же я, для этого можно сделать? Но не kung anders. Yes. Так и совсем сверху. Я не хочу, чтобы вы утро непро點 completamente без ее спокойно с собой. А вот это с чем, какая-то же и с чем? Кikke? А вот этот thread здесь будет facade. Нет, я не могуırtать, что выше? А вот этот emprose. Это реакция на... Что chain с них, Исправ? Вы полиция на природу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Все, мы направляемся уже к машине Еще раз показываем вам красивую Вполне возможно, что это и не ратуша, вполне возможно, что это все-таки храм, собор Может быть, я ошиблась, друзья, скорее всего, так вот он похож на собор Ну что, что там... Да, согласна, я могу и ошибаться, я же не специалист великий Ну, мы видели только башню, а вот сейчас подошли, увидели, что это такой собор Понимаете, что везде заходишь, ни слова, ни полуслова Да, никто тебя и осуждений не осуждает Ни кто там тряпками тебя не гонит Было такое у меня... Как тебя во Владимирском знали, да? В Херсонессе, да, меня там тряпками выгнали Никто не это сам Когда увидели, что я камеру достала Нету этих особо приближенных богу-бабушек, которые считают, что они там прям все как пето Ну да, есть такое Тут, в общем, совершенно спокойно Ну, это даже и православные храмы, и католические Ну, не было такого, что кто-то мне там замечание сделал Иногда бывает, да, католический храм там зайдешь Ну, нет у тебя платка В католическом храме как-то и не просят Какой величественный Ой, друзья, мы уже в этот храм, наверное, не пойдем Вот столько мы сегодня уже замотанные Покажем так вам красиво Потому что заходишь, и направо сразу вот такие крутые ступеньки вот по этой башне вот туда Просим прощения, но мы уже не можем больше Булок купили, пошли уже все, пойдем Пойдем, пойдем домой Куда ты, Сереж? А куда? Вот сюда Нет, ну, по-моему, сюда А, ну, может быть, да Романтические кафе такие, смотрите Сейчас Пойду, сниму, если можно Я думаю, можно Никого не спрашиваю Сейчас покажу вам старые крыши Обожаю старые крыши Смотрите Старый кирпич, посмотрите Старые черепицы Здорово Зашла в кафе, сняла Ладно, думаю, меня никто не осудит Так, это же мы храм обходим с другой стороны И спускаемся И спускаемся Сейчас спустимся вниз, как раз Там, где наша машина Классное местечко Действительно очень-очень аутентичное Я снимала старые крыши, Сереж, сверху Я же как тот Карлсон Опа-ча А что это? Стоп боздей Стоп боздей, смотрите Я надеюсь, это не те, кто женится 2004 года еще били, прикинь Вот эти, какая сидит Настя говорит на нашего похожа, когда злится Настя говорит на нашего похожа, когда злится Ну тут чего только нет, конечно Тут вообще Всякие такие знаки Ты прям посмотрите Очень-не очень Вот это вообще Don't touch Этот гвоздь Да Не надо трогать их вообще Нет, написано на руке Don't touch А вот, смотри, он Этот видел? Улитка Да, да, я показывала Да Такая интересная локация Сейчас мы здесь спускаемся Ну, смотри, там еще куча всего интересного Но у нас нету времени сеть больше Липа просто божественно А? Цветущая липа полностью Липа, да Город просто нам очень понравился Сейчас мы спускаемся здесь И попадаем туда, где мы начали свое движение Движение Пивно Пивнита Пивно Пивнито 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 Блин, ну я не могу Мы же хоть не хотим уезжать Вы понимаете, что мы не можем просто оторваться от этого Смотрите Смотрите У нас У нас дикие восторги просто, друзья Реально Ну, правда же А вечером здесь еще лампочки светятся Все стены Ой, как здесь здорово Я бы здесь Этот ресторанчик, который бы я хотела посетить Смотрите Какая идиллия Я вот и снимаю, видишь Давайте уже убираться отсюда Интересно Друзья, как вам? Ведь вы же с нами Здесь вот у меня в руке Все вы у меня в руке Вот тут вот Смотрите На мир Через эту камеру Что здесь пациентам предлагают? Как он называется? Ага Так В евро все, да? Почему в евро? Все Начинаем Спускаться потихоньку Какие лавочки Со всякими хендмейдом Это мы еще даже Вот только одну площадь и одну улицу прошли Понимаете? О, старые крыши пьются, смотри Смотрите Здорово Хочется это снимать? Вот просто не выпускать из рук камеру, понимаете? Здесь настолько Настолько здесь вот Здорово Прямо в глазах Глазами хочется это все съесть Сожрать просто Я иду Сережа меня держит за руку Чтобы я отсюда не слетела Еще я вам снимаю Это классный, конечно, магазинчик Он уже закрыт Угу Простые такие вот вещи Да, видишь, эти глаза Видите? Ага Глаза, точно Есть такие ассоциации Тоже говорит Австрия Австрия Австрияки, говорит, не немцы Ну, в основном здесь немцы жили До какого-то периода Почти, почти все население этого города Ребята, так что можете на свою историческую руль ехать смотреть Очень, 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 очень нам понравилось Очень можем рекомендовать вам Прямо все здесь Все здесь красиво Прямо на тебя отдыхаешь Идешь прям по городу и отдыхаешь Мусорка Ну, как же без мусора? Случайно попало Все Мы мучимся дальше Надеюсь, вам понравилось Ставьте лайки Пишите ваши комментарии Целую вам, внимаем Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»